всем привет автосалон хавилл как обычно смотрим какие машины стоят в каких комплектациях и каких ценах машин здесь не густо значит смотрите он стоит на улице у нас аж 5 машины их приходит мало но и сразу покупает так что вот кто-то сказал что типа киллер уазиков но не знаю цены на них тоже недавно подняли соответственно здесь за ножи не стоит h9 то есть понятно что машина дорогая и там есть тоже ты здравия кому нужно приходится смотрит прокатятся если все зашло заказу машину и машину привезут а в салоне в основном стоят вот такие машины и в седьмой и f7 x машины ты как часа паре сказали тоже их мало вот те которые приходят почти все до пицца ну вот эти две вот белая до такому и вот а серы они без допов вот но в общем не то чтобы продажи большие но тем не менее продажи идут сейчас разговаривал опять же с парнями но вы слышали что 15 числа пресс-центр хавейл опубликовал что в общем в ближайшие три года будет куча новинок аж пять моделей сказали что да показали мне они даже фотки будет гритва принялась по моему это пика правильно вот фотки смотрите цена сейчас точно не помню потом на фотке вот на виду кружком то есть машина будет идти возможно пока в одной комплектации ну комфорт ну потом еще будет кросс в в 6 который тоже совсем недавно видели на территории завода хавейл в россии так что возможно этот кросс тоже будет продаваться совсем скоро насчет производства не знаю но такое дело потом на заводе опять же потолы видели на конвейере обновленный хавейл а 6 ну то есть как бы я таком это пробный пока партии выйдет там чего куда как соответственно возможно совсем скоро уже появится в продаже эта машина ну и еще в начале года был показан кросс концепт аж а осенью в пекине на автовыставке показали уже серийную машину называется это first love то есть как они говорят что якобы эта машина пойдет на замену продававшемуся у нас h2 то есть вот так вот все ну дай бог дай бог то есть здесь место до позволяет чтобы машин много поставить разных моделей но мы давайте начнем вот с этой машины смотр и так это у нас белый хвел всем по традиции что смотрим все хроме пена у нас такая повторили против зеркала здесь двери закрывает пороги бесключевой доступ такие вот у нас колеса темные диски литые сзади и спереди в арках стоит пластик ну и что такая вот огромная тачка но и собственно вот таких машин купили больше f7x в купешном кузове их на сотку по моему купили меньше вот он стоит f7x давайте посмотрим что здесь нам предлагает комплектация элит двухклитровый движок семиступенчатый робот передний привод 190 лошадок из топов здесь коры салона и багажника 1 миллион семьсот пятнадцать тысяч стоит эта машина значит сразу по скидкам мог спрашивать почему не говорите да как что говорить скидок сейчас толком нет вообще нигде никаких здесь получается скидка по 31 на 70 тысяч и за грядит 50 тысяч это всем можно суммировать но а салон как бы сказал что ничего нет не дарит потому что сейчас вот такая вот наступила горячая пора когда в общем то и машин не особо много и собственно раздаривающие сейчас не не из чего вот давайте посмотрим какие сейчас цены смотрите у нас f7 в комфорте машина стоит движком на 1 5 turbo 150 лошадок и переднеприводом машина стоит 1 миллион четыреста девяносто девять тысяч рублей в комплектации элит 1 миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч рублей с таким же движком и переднеприводом и премиум 1 миллион шестьсот семьдесят девять тысяч рублей дорожный просвет 190 миллиметров снаряженная масса 1605 килограммов рабочий объем есть у двигателей как полтора литра так и два литра значит с объемом 2 так с полноприводом машина стоить будет и движком 1 и 5 в комплектации элит 1 миллион шестьсот девять тысяч рублей и премиум 1 миллион семьсот девять тысяч рублей двухлитровый движок и передний привод элит 1 миллион шестьсот семьдесят девять тысяч и все премиум нету значит в топе пошло мы вернее как с полноприводом и и роботом и двухлитровым движком машина капитации элит стоит 1 миллион семьсот восемьдесят девять тысяч рублей премиум уже 1 миллион девятьсот девять тысяч рублей это есть плюс 1 миллион девятьсот семьдесят девять тысяч рублей всего у нас четыре цвета платиновый неон аквамарин антрацит и благородный агарт и диски дизайн видите какой разные одни диски 17 и еще есть пара девятнадцатых дисков вот вы пошли всякие описанием так ну что такие вот здесь цифры передняя подвеска независимая типа макферсон задняя подвеска независимые дух рычажка топливный бак объема 56 литров тип топлива бензин с октановым числом не менее 95 понимаете да то есть когда вот так так и немцы требует только не стыкатого бензина объем багажника 723 литра задний ряд сложен если 1443 литра будет багажник ну вот такие вот цифры ну что давайте присядем здесь мы еще на высоте уплотнитель имеется здесь тоже все мягкое и так далее когда тоже все мягкое электропривод сидений угол наклона спинки поясничный подпора и тут не вижу пока ну давайте присядем хавел так еще раз у нас если правильно помнить элит двухлитровый движок и машина стоит до 1 миллион 679 тысяч рублей так вот получается смотрите вчера общался я с подписчиком на 4 мы с ним общались он мне говорит мол ну посмотри вот допустим да если взять вот седьмой он стоит 2 миллиона машина до руль в коже мультируль да и уже есть адаптивный контроль на у которой вот здесь плюс а допустим комплектации тоже по высоте по улету регулируется здесь есть под рулевые лепестки то есть электронный джойстик до электронный ручки то с функцией автоход там допустим есть уже беспроводная зарядка офигеть какой сны большой экран кнопку запуска двигателя бесключил доступ и так далее и так далее то есть удержание в полосе там много-много чего вот и но тут кожа салон там типа в топе да и все это стоит 2 миллиона мол нафига вот такой брать фальсваген за миллион девятьсот с полным приводом в комплектации допустим гу-гу с пакетом плюс он стоит по моему два тридцать с полным приводом смене приводом он будет стоить 1 миллион девятьсот тридцать по вот так и кто-то опять же написал что мало это типа нищевродский ну тигуан вы служите лет фара до передачки парковки сзади датчики парковки там и не знаю трехзоны климат-контроль подогрев руля столики в спинках имеется ящички имеется спинка задних кресел она регулируется то есть по углу наклона и сзади и спереди имеется бокс подлокотник еще раздвижной огромная голова да там будет бесключевой доступ кнопку запуска будет зрителей и так далее опять же продаю силы от фары задние лет фонари и что это нищебродская машина еще и из полноприводного за два да вот честно говоря как бы вот так вот пишет мне вернее мы с этим человеком общаемся английском ноги неужели допустим не взять вот эту машину за два где будет все тебе чем типа голова на 2 миллиона тигуана вот я ничего не буду вам говорить просто вам привел наш разговор вот вы как считаете почему народ скажу так массово да не пересаживаться с тигуанов там со спорта джей там не знаю с тусанов 44 но вот такие машины то есть они дешевле как этот человек не заявляет что мол они дешевле тут он и кожи и рожей все такое везде даже будет люк в топе да там но этот панорамной крышей все такое вот и он стоит 2 миллиона а гол тигуан стоит тоже 2 так почему допустим стоит взять тигуан они вот эту машину вы как считаете почему народ повторюсь массово на такие машины не пересел так идем дальше значит конечно конечно всегда интересно когда что-то новое все такое но опять же это понимаешь что новое оно должно еще и продаваться вот пока пока китайцы все-таки они но не так быстро продаются как наверно им хотелось бы ну тут наверно много факторов разных смотрите havale f7x премиум 1.5 литра 7-ступенчатый робот полный привод 150 лошадок из топов корресового багажника 1 миллион 825 тысяч рублей стоит вот эта машина в таком среде классный такой яркий насыщенный такой цвет havale f7x передачки парковки велики нас фары туманки дисточки такие вот двухцветные пластиковые без тут но тоже все стандартно только вот такой чуть-чуть скошенный кузов так вот так вот смотрите совсем уже скоро уже даже я читал что первые машины джили тугела ну или f1 или fx11 что уже такие машины первые но похоже на вот это уже и якобы первые машины поездили дилером так что получается значит у твои машины будет два движка но тоже turbo естественно 199 лошадей и по моему 245 что такое и будет стоять восьмиступенчатый осиновский автомат ну как бы и цена там тоже я так понимаю будет приличная ну и что вот вы как считаете достоин будет замена нашим бмв туарегом и так далее чтобы тут имеем кожаный салон ну вот собственно да люк вон кстати загнали машины какие понимаете только перешетки уже можно определить что это самый топ хай ты что этот которые но даже здесь узнаете у нас есть люк кожа салон шайба спал полнопривод электрон это у нас джойстик руль в коже после пульта регулируется здесь не текучи кучи всяких кнопок на роли тоже знаете огромный такой экран мультимедиа спереди и сзади имеется бокс подлокотник ну собственно такой вот до напичканный машин скажем так мягкая здесь это облицовка все такое вот и как вы считаете вот что лучше купить такую машину за 2 миллиона или все-таки купить допустим там kia sportage или тусан вот мне просто интересно ваше мнение я понимаю что здесь как говорится кожа все такое и люк и так далее но и полный привод здесь ну как-то я считаю что наверно народ наш пока не готов при том что деньги практически будут одинаковые здесь будет будет больше машины за те же деньги но народ я считаю пока наш не готов тратить вот или как вы считаете в смысле тратить деньги на китайские машины или вы так не считаете напишите ну что давайте смотреть хавел и в 7 x 190 миллиметров просвет снаряженную массу такая же 1605 килограмм также два движка есть полтора литра и два литра 150 лошадей и 190 лошадок у движка полтора литра максимал максимальный ключ момент 208 минут метров у двухлитрового 340 метров также 4 расцветки у машин ну и смотрим в комфорте то бишь в базе машина стоит с передним приводом и движком полтора литра 1 миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей комплектации элит 1 миллион 600 9000 дальше с полным приводом машина будет идти из движком полтора литра только в одной комплектации премиум и мы уже стоит она будет 1 миллион восемьсот девятнадцать тысяч рублей их уже вот с двухлитровым движком и полный приводом машина в корпорации элит стоит 1 миллион восемьсот сорок девять тысяч премиум миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч и вот уже тех плюс стоит 2 миллиона двадцать девять тысяч рублей то есть вот этот уже порог в 2 миллиона уже все-таки китайские машины перешагнули ну вот так вот тут пошли опять пошло писание все входит это далее ну давайте на него не задерживаться мы сейчас вот белый подойдем вот она по нему я так стоит 2 миллиона 29 если она еще стоит с допами там уже надо вообще будет 250 если не больше давайте пойдем посмотрим ту машину просто еще здесь допустим ну давайте еще задерживаться просто здесь же видите как допустим китайцы вот выкатили да вот эту машину вот а чей этот робот хотя говорили что вроде как немцы помогали но они же заявляют китайцы что типа это мы сами придумали как у с вами придумали на основе чего вот когда народ как бы не знает что конкретно да и поэтому может быть люди имиджуется ну то в том плане что но не знает покупать не покупать такую а что там будет дальше что нам предложат как считаете идем дальше стоит вот у белый машина только загнали смотрите она намытая колесики все блестят черненые но тут принципе то же самое диски такие хромировая конторка стекол зеркала повторителями здесь еще камер куча я думал что ты бы это просто капли то связали двое что-то придумали если чего доступ тут что камера заднего вида давайте посмотрим да уже что-то вы поставили мобикар комплект так ну тут давайте уже посмотрим что здесь предлагает органайзер докатка спрашиваю парней но как продажи вот так идут конечно вот и торога даже недавно приехал кстати из разговора с менеджером тот и недавно приехал мужчина и у него был тигуан 17 года по моему февраль месяц выпуска так вот он и приехал поменял на вот эту на вот такую машину недавно приезжал говорит доволен как слом ну дай бог что называется если человеку зашло я как бы не против черные стойки ну что давайте поговорим сколько же за эту машину просит денег и так это у нас вот самый топ до тэш плюс ухлитого двигателя робот полный придется у нас лошадок ну и здесь каждый салон багажник 2 миллиона 35 тысяч стоит такая машина то есть все таки цена уже вот перевалила за 2 миллиона давайте посмотрим кто тоже кстати камера вот ну и давайте посмотрим что все какие здесь мы имеем все электростеклоподъемники здесь на эти нас кожа тут тоже мягкие и вот смотрите у нас здесь еще снизу пластиковый идет этот еще внизу мягкий видеть уплотнитель то есть сумма меньше пыли меньше и так далее осторожно боковая подушка безопасности пожалуйста не блокируйте место установки боковой пидушки безопасности чехлами сидений понятно да тут такие вот данные engine мэкс нет повер получается что движок весит 100 килограмм и 140 килограмм что ли так ладно нам эту машинку присядем вот смотрите у нас здесь без ключевой беспроводная зарядка до электронный джойстик электронный ручник с функцией авто холд здесь мы эти у нас настройки телефон меню назад медиа-радио какая-то шайба мультимедиа два глубоких подстаканника тут глубокий бокс подлокотник еще такая книжка небольшая у нас кожа на смотрите салон кожаный руль мульти руль по высоте пульта регулируется здесь есть адаптивный круиз-контроль здесь есть удержание в полосе считывание знаков кнопку запуска двери тут дофига уже все все плюшки которые вот ну допустим есть в топе вот устала там не знаю о спорта же в пакете инновации допустим у тигуана вот тут все тоже есть как бы вы видели машина такая стоит 2 миллиона 29000 аскорниками домена на 35 вот и из будущего видимость есть люк сзади имеется подлокотник здесь у нас потом покажу сзади в тоннеле вообще нету как бы вот так ну и что вот такая машина . чек сказал мол вау тут же она навороченная все 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 здесь много чего есть и так далее и так далее ну и собственно такой вот правда ничем не отделанный бардачок с микролистом вот вот здесь все еще мягкая наша вставка под карбоны и тут уже все пошло твердым отделала ну и как вам вот такой вот сейчас это двину как он такой интерьер вот вы бы такую машину взяли за 2 миллиона при том что здесь куча и куча всяких электронных помощников и так далее если и напишите если бы взяли то почему если бы не взяли то тоже почему то есть опять же повторюсь по мнению подписчика чуть ли не все даже массово перехать пересаживаться с японцев с немцев на вот эти на китайские машины мол здесь же все есть вот а там сейчас пошли такие уже машины почти 2 миллиона они практически полуголые вот вы как считаете что лучше купить такую машину или там не знаю японскую или там корейскую или немецкую ну что собственно и все на этом сегодня а ну давайте посмотрим вот тот серенький просто f7 куда же это стоит элит все микс элит и 2-литровый движок полный привод стоимость лошадок миллион восемьсот семьдесят пять тысяч ну то есть если еще раз мыть у нас элит это вторая комплектация на вот с полным приводом миллион высота действует машина до полного цвета не нужно это получается сколько сорок девять пятьдесят девять шестьдесят девять но двадцать шесть тысяч коврики но как бы вот так салон шина это чуть заработал нам здесь что мы имеем возьмите 1 миллион в 49 тысяч да окей 2-литровый движок что не с лошадок здесь полный привод имеется ну и собственно что еще шайба мультимейки вот этих всех электронных прибуд здесь особо то и нет а цена уже тоже практически миллион восемьсот пятьдесят спрашивая у парней допустим вот эти все скидки как что чего типа обязаны салон делать не обязан но дело то что опять же не отвечает не каждый смотрит всегда внизу там у многих на прайсах и есть такая снизу приписка что салон имеет право цену выставлять такую какую хочет допустим могут в легкую накинуть 20-30 тысяч рублей то есть допустим если завода цена там ну словно там миллион восемьсот допустим салоне она может стоять просто тупо вот миллион сто тридцать и все то есть это помимо той маржи которая уже заложена почему так потому что салоны имеют право он настоярец взяли и накинули по сто тысяч на каждую комплектацию в hyundai ничего сейчас опять же с парнем сговорил он работал hyundai говорит что вчера а тут салон рядом вы вчера продавали крету на ворохе на уроченную стопом внимание за миллион восемьсот двадцать тысяч и человек где купил вот как такое в голове должно уложиться я не понимаю за миллион восемьсот двадцать тысяч человек купил крету ну дай бог дай бог ну порадуйся за человека что он приобрел машину а что теперь будет кататься а ну и как реки ты не сколько куча хрома ну ну классно же да хавейл полный привод все хроме тут огромная машина не стоит 2 миллиона вон там да со всеми со всеми наворотами и так далее как считаете достойные будут выборы или нет как всегда пишите комментируйте всем пока счастливо давайте еще посмотрим решеточку новую мы собственно вот он хавейл h5 который сейчас подорожал тоже вот стоит только на тестах и все по две машины приходит по одной машины приходит завода их тут же продают и все мы собственно вот он h9 тоже раньше стоял салоне но так как он дорогой решили вот оставить одну тестовую пришел человек поинтересовался прокатился понравилось все заказ делал не нравится наш не нравится а в салоне его держать дорого все всем пока счастливо в салоне его держать дорого все все до салоне и еще не надо только подожди а